Стена, забор ров, нет, уже евро ров. Сколько это стоит, на чьи это деньги, кто их контролирует и кому эти деньги нужнее? Смотрите. Небольшой участок будущей стены, которая и на стену-то не похожа, неподалеку пункта пропуска Гоптовка. Трудились пограничники, гордятся и сомневаются. Против танка, конечно, есть первая перешкода, это как против танка, как вал, это додатковая перешкода, но мы все разумеем, что против Градьев, допустим, для него это не перешкода. Показывают премьеру, пока это всего несколько металлических секций, хотя и сетчатые, говорят, пограничники, но прочные. Ну, это не прогресс. Во всем остальном, так называемая стена, это всего лишь рот длиной 42 километра. И теперь Яценюк называет ее не стеной, а европейским валом. Навище нам проект стена или европейский вал? Безвизовый режим. Никто безвизового режима не даст, если нет кордона. Это правительство, которое, кроме как пиар правительством, назвать нельзя. Мы прекрасно понимаем, что никто не требует этой стены, кроме как желания отпиариться и сделать себе политическую рекламу. Лучше бы эти деньги были направлены на индексацию пенсий и на помощь тем людям, которые реально пострадали от девальвации гривны, которая стала почти в два раза дешевле. И правительство, которое вместо того, чтобы подготовить страну к зиме, в полном составе пошло на выборы и занимается ничем, кроме своего пиара. Такое правительство мы должны отставить как можно быстрее. Теперь уже не стена, а европейский вал. Удовольствие ценой полтора миллиарда гривен. Это деньги, выделенные в Евро, Евросоюзом. Вот только почему на них пиарятся политики, идущие на выборы, европейцы вряд ли поймут. Как и не поймут того, почему эти деньги могут очень просто осесть в чих-то карманах. Явно не поймут. Ольга Серова, подробности, телеканал «Интер».